Ровно год назад в это же время эти коридоры были заполнены школьниками. Однако сегодня школы пустуют. Все консультации проводят теперь онлайн. Но это ненадолго. Уже 3 июля старшеклассникам все же придется посетить школу, чтобы сдать единый госэкзамен. Первыми в этом году пишут литературу, географию и информатику. Экзамены – испытания серьезные. ЕГЭ-2020 добавил головной боли и выпускникам, и учителям, и чиновникам от образования. Пандемия заставила всех осваивать новые форматы обучения. В первую очередь дистанционное образование. Плюс до последнего момента были непонятны сроки сдачи ЕГЭ. Золотой медалист Дмитрий Гусев сдает профильную математику и физику. Готовится к поступлению в МФТИ. На себе испытал все прелести подготовки на дому. Правда, говорит, перестроиться было несложно. Я стараюсь уделять хотя бы 4 часа в день на прорешивание разных предметов, всех трех, которые я сдаю. А так надо уметь отдыхать иногда. Немножко сложно готовиться самому, но если что, я всегда могу обратиться в учитель, он мне поможет исправить мои ошибки. С трудностями дистанционки столкнулись и учителя. Их нагрузка возросла. Преподавателям иностранных языков, например, пришлось придумывать способы тренировки аудирования. Для выпускников есть специальные тренажеры в интернете. Их много. Но когда они их проходят, они проверка, они не понимают, как они это прошли. И получалось так. Они себя записывали и присылали мне записи. И я, проверяя им, собирая их потом в группе, рассказываю им, какие ошибки они сделали. Но подготовка к ЕГЭ в условиях пандемии – это не только подготовка будущих студентов. Директор лицея номер 12 рассказала, как готовят к проведению экзамена сами школы. Посмотрите, от кабинета, от входа в кабинет, именно вот такие полосы появились на расстоянии полутора метров. Вот ближе ребенок не может находиться. Это первые изменения, с которыми вы сталкиваетесь. Разметка не только в коридорах, но и в кабинетах, чтобы расстояние между столами не превышало те самые полтора метра. Вы видите, насколько необычно расставлены парты. Всего на сегодняшний день в кабинете может находиться 8 всего человек, которые будут сдавать итоговую аттестацию. В аудиториях в два раза меньше людей, чем обычно, однако количество школ, принимающих ЕГЭ, не увеличат. В химках их по-прежнему 6. Увеличат количество аудиторий, а для сдачи самых популярных предметов выделят не один, а два дня. На входе каждому выпускнику будут измерять температуру. Если она выше положенных 36 и 6 градусов, его направят в эту комнату, где он вместе с врачом будет дожидаться своих родителей. Врач, который будет работать на пункте, принимает решение. Писать или не писать? Писать или не писать, вероятнее всего, будут вызваны родители и ребенок, и сдача экзамена будет перенесена на другое время, вероятнее всего, на август месяц. Раньше единый госэкзамен объединял в себе выпускные и вступительные испытания. Но в этом году все по-другому. Основное отличие ЕГЭ 2020 года в том, что это теперь экзамен не для получения аттестата, а для поступления в высшее учебное заведение. Поэтому у нас не все ученики в этом году сдают ЕГЭ, а только те, кто принял решение связывать свою жизнь с поступлением. В этом году в городском округе ЕГЭ напишут порядка 1400 детей. Среди них как бывшие школьники, так и выпускники прошлых лет. Последнее испытание состоится 23 июля. Ребята сдадут экзамен по иностранному языку. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.